Хитер был Денис Иванович Фанвизин, создатель русского сатирического театра. Умел прятаться в аллегориях и гримироваться по театральному. Настолько хитер, что мы даже не знаем, в каком году он родился. С днем рождения Фанвизина вроде бы споров не возникает. 14 апреля по новому стилю. А вот годы называют разные. И 1744, и 1745, и даже 1743. В историю русской литературы Денис Иванович Фанвизин вошел как талантливейший публицист, драматург и родоначальник национальной бытовой комедии. Яркому представителю русской литературы XVIII века удалось преодолеть барьеры цензуры и создать поистине народные произведения, превернувшие сознание читателей. Биографию писателей можно назвать концентратом большой любви и легкомыслия, трудных жизненных решений и следования патриархальным законам, не отпускающих с самого детства. Денис Иванович Фанвизин родился в Москве, в дворянской семье, происходившей из ливонского рыцарского рода. Начальное образование будущий литератор получил дома, как и остальные семеро детей. Уже в те годы Денис увлекался чтением литературы и пробовал писать собственные сочинения. С 1755 года Денис Иванович обучался в дворянской гимназии при университете в Москве, затем на философском факультете Московского университета. В 1760 году за отличную учебу Фанвизин в числе избранных учеников отправился в путешествие в Петербург. Во время этой поездки Денис познакомился с ученым Михаилом Васильевичем Ломоносовым и известным театральным деятелем Александром Петровичем Сумароковым. В Петербурге Фанвизин впервые присутствовал на театральном представлении. Происходившее на сцене произвело на писателя неизгладимое впечатление, и пристрастие к театру он сохранил на всю жизнь. Первые работы автора были опубликованы в 1760 году, а уже через 8 лет он представил одно из своих значимых сочинений – сатирическую комедию «Бригадир». Орудием молодого писателя стала острая сатира на злободневные темы. С 1762 года Фанвизин работает переводчиком, а с 1763 секретарем – кабинет министра Ивана Перфильевича Елагина в коллегии иностранных дел. Через 6 лет драматург перешел на службу к влиятельному графу Никите Ивановичу Панину, одновременно продолжая создавать новые гениальные сочинения. В 1782 году была закончена пьеса «Недросль». Имена героев комедии стали нарицательными. Произведение получилось остро-социальным и прямолинейным, но это было не единственной причиной его успеха. Читатели полюбили «Недросля» за искрометный юмор, живые диалоги и яркие образы всех героев. Осенью 1782 года состоялась премьера комедии в Петербурге, а через год была поставлена в Москве. В 1783 году Фан Визин создает одно из лучших произведений русской публицистики «Рассуждение о непременных государственных законах», которое предназначалось престолонаследнику Павлу. На закате лет Денис Иванович активно сотрудничал с журналами и писал драматические произведения. Самыми известными в сочинении последних лет стали «Выбор гувернера», «Разговор о княгине Халдиной» и автобиографическая книга «Чистосердечное признание», которая осталась неоконченной. За свою короткую, но невероятно насыщенную творческую биографию автор написал десятки статей, пьес, романов, изданных в виде сборников и отдельных книг. Многие из его произведений легли в основу театральных постановок, а в 20 веке сюжеты писателя неоднократно вдохновляли кинематографистов из разных стран.